Приветствую вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами. Программа «Влияние» я предоставляю моего собеседника, пастор Василий Печко. Пастор Василий, приветствую. Пастор Юрий, приветствую. Рад с тобой пообщаться. У нас второе общение с тобой за последний месяц. Да, ты пообещал мне прилюдно, что прогласишь меня опять и исполнил свое обещание. Спасибо. Я тебе в эфире так сказал, что ты снова приглашен. Так, так, так. Поэтому welcome back, пастор Василий. Спасибо, благодарю. Мы будем говорить о том, что неким образом оно волнует наши сердца, и не только наши. Нашу славянскую общественность, та, которая здесь, и та, которая на другом континенте, практически на всех континентах, славяне. Когда мы говорим славяне, мы включаем сюда нашу славянскую этническую группу. Это и молдаване, и украинцы, белорусы, и россияне. Так. Да не только. Вот читаешь Казахстан на стороне Украины. Так. В подавляющем большинстве, что я удивлен был. Хотя они относятся более, они говеют более... К России. К России, да. И очень много. Поэтому мы, как славяне, это нас волнует. Об этом мы и обусловлены с пастором Василием сегодня говорить. Пастор Василий. Ну, поехали. Ну, это самая горячая тема сегодня. Пастор Юрий, я думаю, если бы мы сегодня о чем-то говорили, о каких-то других цветочках, лужайках, которые сегодня никого не интересуют, то мы были бы забавные певцы. Я верю лично сам, как пастор, украинский пастор, епископ, ведущий американскую церковь с многих национальностей. Да, то есть никто меня не может упрекнуть и скажет, пастор, ты не любишь тех или не любишь тех. Я люблю дорогие всех. Я решил для себя любить людей. У меня в церкви есть черные, испаноговорящие, у меня есть белые американцы, у меня есть коричневые американцы, у меня есть всякие, да? Когда у тебя появляется голубой, ты его приводишь к покаянию, я надеюсь? Я считаю, что если бы он только приходил, потому что тогда я могу на него влиять. Я не могу влиять на тех, кто ко мне не придет, только те, которые придут. Продолжай, да. И я принимаю всех, принимаю всех, что я имею в виду, для того, чтобы их учить. Как люди Божьи, как церковь, как служители Божьи, как Божьи помазанники, мы помазаны на то, чтобы доносить истину в уши людей, доносить Слово Господа, да, доносить волю Господа, да. То есть, как бы священно действовать, то есть, представлять людям Бога и представлять Богу людей, да. Когда мы молимся за людей, значит, мы представляем людей Богу. Когда мы проповедуем людям, мы представляем Бога людям, да. То есть, это наша задача, простая задача. И мы всегда, как пастор, я всегда адресую то, что сегодня, на сегодняшний день церковь болит. Представьте, у меня в церкви проблема, ну, вот скажем, как ты сказал, голубыми, да. И тут я проповедую про коричневых, когда у меня с голубыми проблема, то я был бы забавный певец, да. То есть, как бы правильное отношение священника Божьего – это говорить то, что на сегодняшний день является важным. То, что людей беспокоит. Я думаю, что важная сегодня тема, которая есть в эфире – это война, которая есть в Украине, которая… Агрессивность России, я хотел бы зацепить, если, конечно, ты не против, пастор Юрий, зацепить и тех, и других. И как священник, как священник, объявить свою точку зрения и, как бы, скажем, может быть, научить, вдохновить, направить нашего зрителя на правильную точку зрения я, как человека Божьего, как людей Божьих, мужчин и женщин Божьих, да? Пастор Василий, я подтверждаю твою мысль, потому что мы обладаем правом на ту платформу, которую Бог дал нам. И с этой платформы мы должны формировать мнение, мировоззрение наших зрителей. Мы считаем, как евангельские христиане, что у нас правильная платформа. И мы, исходя из наших убеждений, мы и об этом проповедуем, мы об этом учим, мы формируем мнение наших зрителей. Это очень правильно. Хуже, если бы я сказал, нет, 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 мы не трогаем, пусть наши зрители идут к другим источникам, к другим водоемам, на другие платформы… И пьют мутную воду. Мутную оттуда принимать. Ну, у нас прекрасная платформа, уже 17 лет, 17 лет. И сотни, тысячи, если не миллионы зрителей через спутниковое телевидение, через интернет телевидение. Поэтому, друзья, мы излагаем то, что Бог говорит нам говорить, называя черное черным, а белое белым. Мы не можем на белое сказать это черное. Мы не можем сказать, если там бомбят города, истребляют людей, проявляют насилие над женщинами, мы не можем врать людям. А мы говорим, что они просто защищают. Да, мы не можем говорить, мы не можем не отреагировать, пастор Василий и все вы зрители, мы не можем отреагировать, не отреагировать… На ложь, что Россия опередила Украину, потому что, как говорит Россия сегодня, Украина собиралась напасть на Россию. На Белоруссию и Россию. Поработить, оккупировать две страны. Ну, из-за этого Путин угадал, видите ли, имея 75 рублей вместе. И они опередили. Ну, друзья, это нет более лжи, чем вот эта ложь чистейшей воды, мутной воды, кстати. Ну, мы понимаем, почему это происходит, пастор Юрий, потому что политические амбиции вот этих президентов и генералов России, Белоруссия не настолько, но она как бы часть этого. То есть, хочет или не хочет, Белоруссия увязалась в это, тоже предоставил свою плацдарму, да? Ну, я верю, что все украинцы и вся Украина понимает Белоруссию, и как только они не будут участвовать в войне вместе с Россией, Белоруссия это сойдет с рук. То есть, Белоруссия будет прощена за то, что предоставила плацдарм, понимаешь? Если меня отсюда бьют, ты предоставил свой двор меня бить, ты виноват в этом. Как народ, как народ не виноват. Потому что батько узурпировал власть, и белорусы, по большому счету, за исключением маленьких, те, которые кормятся у стола, там небольшая группа, небольшая группа, те, которым там подкармливают верхушку, да. А белорусский народ это прекрасный народ, миролюбивый народ. Я работал с белорусами и работаю, прекрасные люди. Я не имею ничего против, у меня есть множество белорусских друзей, которые мне позвонили, с которыми встретились, сказали, пастор Василий, мы молимся за вашу, за Украину, мы скорбим вместе с вами. И это все, что мне надо. Это все, что мне надо, я хочу услышать от всех моих братьев и сестер. Мы живем под страной, в стране, где право, свобода, слово не уважается, где личность человека и жизнь человека не уважаются. Это коммунистические, кагабистские страны, они не уважают личность человека, они подавляют. Поэтому мы не можем тут сильно кричать, как вы, украинцы, в Украине. Мы просто молимся за вас, мы скорбим, плачем тихонечко, просим Господа вам помочь. Достаточно. Вы, ребята, сделали все, что могли. Не обязательно вам выходить, кричать там на этом самом. Вы с нами, мы знаем, сердцем вы с нами. Русских. Что я хочу в русских, как украинский епископ? Что я хочу в русских? Я хочу, чтобы русские братья и сестры, если они считают, что они братья наши, если они христиане, чтобы они в это время, в военное время, потому что если у меня военное время, а я говорю свадебные речи, поверь мне, я говорю ерунду, я не помазан, я не упопал. Если я пришел на похороны и говорю свадебные или на свадьбе похоронные, это не тема. То есть каждое место имеет свое тему. В своей церкви я привык, и каждый пастор привык, я думаю, адресовать то, что есть. Например, если у меня проблема с опаздыванием, я говорю, братья и сестры, нам надо это поправить. Вы опаздываете. Смотрите, когда вы приходите. Почему? Вы не уважаете прославление, или вы не уважаете время, или давайте предназначим позже. Ну, если кому-то неудобно, кто-то потом приходит ко мне, оправдывается, ой, я не смог прийти, потому что это... Я это понимаю, я никого не сужу. Я просто говорю, это наша проблема, я это адресую. Если наша проблема какая-то другая, национальная, например, те не любят тех, те не любят тех. Я говорю, братья и сестры, давайте, а ну-ка определимся. Я это слышал, мои уши это слышали, это не то, что мне кто-то сказал, и кто-то меня обманул, и кто-то мне наговорил. Нет, мои уши слышали. Когда мои уши слышали, это стопроцентовая информация. Вы ведете себя вот так. Посмотри, когда пришел Павел и обличал Петра, он не обличал его где-то втихаря. Типа в уголочек. Петр, что ты тут говоришь за тебя? Он его при всех. Давай. Лицемидия. А он его обличил как надо. Я считаю, это нормальный христианский дух, когда мы можем, и это честь. Если я веду себя недостойно или веду себя не так, как надо, обличите меня, обличите меня с любовью. Строго у меня, блядь, скажите, пастор Василий или брат Василий, ты не прав, вот тут и тут и тут ты не прав. Окей? Может, вы меня убедите, вы меня спасли. Может, меня занесло. А может такое быть, да? Может. Но если я прав, или если я говорю, тогда я хочу, чтобы меня услышали. Аргументирует свою позицию. Да, я все, что я хочу, все, что я хочу от русских. Притом, все, у меня есть много русских друзей. Много. Я же работаю как в служении, так и в бизнесе. Мы никогда дальше не знали, кто русский, кто украинец, кто белорус. Мы не смотрели до этого времени. А ты сейчас начало быть видно. А ты откуда? Меня сейчас спрашивают все. Как русские, так белорусы, так американцы. А ты откуда? Я прихожу в магазин, меня обслуживают, хотя у меня хороший английский. Притом, все, а ты откуда? Я говорю, я с Сакраменто. А, да? Я говорю, или вы имеете в виду, откуда родом я пришел? Родом с Украины. А, да, с Украины. У вас там такие дела? Ну, понятненько, да? То есть, американцы все приносят нам соболезнования, говорят, что молятся с нами. Этого достаточно. Вот поддержка народа, народа, страны. И когда я слышу, что, как бы, скажем, когда я об этом заявляю, заявляю на страницах своего фейсбука, например, там где-то свою позицию. И когда мне русские братья, миссионеры, служители пишут, что враг был в Украине обнаружен, и он будет уничтожен. Типа, что это нацисты, да? Да, да. А я говорю, ребята, вы что курите? Вы что курите? Вы чего накурились? Вы что милите? Какой враг? Какие нацисты? Какие нацисты? В Украине живут украинцы. И они любят свою страну, и они будут... Я, например, 20 лет уже живу в Америке, я американец, американский гражданин. Но при этом всем я люблю Украину. Я там вырос, детство там прошло, моя молодость. Я там женился, там родил первых своих детей. И как бы эта страна всегда для меня будет. Там у меня много друзей, родственников, церкви, которые мы там насадили, церкви, в которых я проповедовал. Мое сердце болит за это. Какие нацисты? Какие нацисты. Я там ни одного нациста не видел, никогда. Есть люди, которые более там украинцы, которые там сильно за Украину. Они там будут кричать слава Украине, героям слава. И как бы другие говорят, нет, слава только Господу. Дорогие, Библия говорит, что слава и честь всякому делающему добро. Это говорит Библия. А если я говорю, пастор Юрий, тебе слава за то, что ты делаешь добро. Например, если я похвалю за твой телеканал и скажу, этот телеканал делает очень доброе дело, тебе слава и честь. Респект по-английски. Это не значит, что ты валишься мне в ноги. Ты не валишься мне в ноги, не похваляйся. Я не взял Божью славу, тебе не отдают. Божья слава, она Божья слава. Как Библия говорит, не называйте себя отцами, потому что есть один отец небесный. Библия говорит, не называйте себя небесными отцами. Потому что апостол Павел говорит, а в другом месте он говорит, потому что я отец, я вас родил. Это что, контрадикшн? Нет. И мы своих родителей отцами называем? Да. Духовными отцами называем своих лидеров духовных? Естественно, есть отцы нации или отцы, которые что-то, музыки, например. То есть нам надо всегда быть людьми, которые имеют четкий вкус, как бы четкое развлечение духа, и когда они острые в духе. Я видел, пастор Юре, столько много верующих людей, которые по-английски скажут, dull in spirit, тупые в духе. То есть они хорошие, нормальные котики, просто они тупые в духе. И вот когда приходит, что надо различать, что и что, они вообще не различают. Вот это проблема. Церковь – это люди Божьи, это люди, помазанные Богом, чтобы различать, чтобы разделять, чтобы ставить все на свои места, чтобы говорить, чтобы подчинять все послушание Христу. Да? А когда церковь занялась и не в ту сторону пошла, и люди Божьи, они могут столько зла натворить вместо добра, да? Поэтому сегодня, говоря о том, что происходит, мы, как люди Божьи, да, мы должны принять решение для себя. Я буду отстаивать истину. Я не буду за то или за то. Например, сейчас люди поделились, да, то есть ты сам понимаешь, что люди поделились на русских, на украинцев, русские кучкотятся в себе, смотрят там бочком на украинцев, украинцы на русские, думают, что так идти, путинские или не путинские. Смотрите, мы как церковь, у нас этого не должно быть. Ведь церковь – это отдельная энтити, другой организм, живой организм, который не зависит от политических всех вот этих волнений, да. Политические волнения, пусть они сами себе будут, а мы, как церковь, мы должны давать направление президентам, направлением, мерам городов, направлением, там, головам сел и городов и так далее. И целой нацией. Я говорю, это не я как священник прихожу, я говорю, президент, благослови меня. Нет, это президент приходит и говорит, пастор, благослови меня. Потому что мы, провайдеры, мы даем благословение, которое Господь дал нам давать, да. Бог призвал нас быть священниками, мы должны священно действовать. И если мы, как священники, предаем эту позицию и падаем, пастор Юрий, лично я считаю, я не знаю, если ты считаешь это правильно или неправильно, я считаю, что церковь делает ошибку сейчас, становляясь на сторону людей. Церковь должна занимать Божью позицию, она должна называть зло злом, добро добром, она должна подавать свой голос, независимо ни от чего. Или должна хотя бы молиться в правильном направлении. Пастор Василий, мы с тобой до эфира говорили, и мы согласились с тобой о том, что если бы та же самая ситуация возникла в любой из стран, были бы там, где обиженные были, угнетенные были, мы бы стояли на стороне тех. Пусть это будет Молдавия, если бы это была Россия, и Украина напала на Россию, что нонсенс является, нонсенс. Если бы, как батя предсказывал, что готовилось к нападению с Украины на Белоруссию, на Россию, что является абсурдный нонсенс, то я бы перед всеми белорусами и русскими ходил и просил бы, братья, простите наших вот этих идиотов, Белого дома, Кремлевского, у нас не Кремль, у нас в Украине, там, Хрещадиковский, да? Я бы просил у всех, сказал, хотя я не нападал, я тут не виноват. Мне многие даже пасторы русские говорят, ну, пастор Василий, в чем мы виноваты? Мы же послужим людям, и говорят, да нет, вы ни в чем не виноваты, ребята, лично. Но как народ в целом вы виноваты. Потому что ваш народ напал на наш народ. И если вы, как люди больше, вы должны обвинить, осудить и сказать, что мы против, не просто, а мы там против. Я слушал, слушал нашего господина Ореховского, епископа русского. Хороший брат, уважаемый с нами был, мы его все любили, да? Но потом я слушал его сейчас, когда он говорит, вот на меня такое выставляют, а я молюсь за вас. И послушал его речь, где-то полчасика он говорит, есть у меня эта речь, он как бы все ее слышали, кто ее не слышал. Делятся на всех платформах. Вроде бы брат говорит правильно, да? Но я услышал там такую же коммунистическую агрессию, как и у других неверующих русских агрессоров, да? То есть, как бы, опять-таки, нельзя сказать, что все русские одинаковые, потому что везде Библия говорит, значит, когда апостол, когда Бог хотел, чтобы апостол Петр пошел к этому и проповедовал ему римскому воину, да, то он послал ему видение, большое полотно, спускается, Петр голодный, говорит, встань, Петр, заколи и ешь. Говорит, нет, Господи, я никогда ничего скверного не ел. Кажется, интересное видение, да? А потом говорит, ну, что Бог очистил, не считай это скверным или нечистым. В это время Петр понимает, о чем же все-таки это видение. Тут приходит человек и говорит ему, тут вот этот молился Корнилий, и сейчас он получил от видения направление прогласить тебя, приди и скажи, Корнилий, так, это полк италийский, это военные, это римляне, это оккупанты. Захватчики, да. Нам с ними говорить, не хворить с ними, что нам с ними говорить? Мы с ними не хотим стол делить. А Библия говорит, а вы не почитайте нечистым то, что Бог очистил. То есть другими словами. Апостол Петр что понял? Он говорит, истинно познаешь, что Бог не лицеприятен. Но во всяком. То во всяком народе, боящийся его, боящийся его, поступающий по правде, приятен ему. Приятен. В нашем народе украинском, в русском, белорусском, всякий человек, боящийся Господа, поступающий по правде, приятен Господу. И всякий человек, который мутит воду, неприятен Господу, и Господь не будет одобрять его дела. То есть как бы он это не прикрывал, не вырывал места с Писания, прикрывать это, я не хочу как бы конкретизировать. Ну, говоря об этом, смотри, во всяком народе, во всяком, у меня церковь многонациональная, и у меня американская и англоговорящая, об этом знаешь, мои проповеди идут на английские телеканалы, хотя хочу уже перейти сюда тоже, чтобы они с впередом проходили. Спасибо. Буду очень рад. И я люблю людей разных, у меня нет отношения неправильных к людям. У меня в церкви есть украинцы, русские, у меня в церкви есть молдаване, у меня в церкви есть, белорусов нету, на данный момент, американцы белые, американцы черные, испаноговорящие, мексиканцы, индусы. То есть вот такие вот всяческие люди у меня в церкви есть, да? И эти люди разные, они приходят, они все разные, они приходят ко мне к украинскому пастору, да? Я их не пастор. Я люблю людей. Я люблю людей. Я говорю, как есть правильно, и если бы кто-то сказал мне и убедил меня. Пастор Василий, ты в своего отца Иосифа пошел. Ну, я его сын, да, 100%. Если бы, если бы, пастор Юрий, я что-то, как бы, скажем, в князе туда-сюда, то я был бы медь звенящий, а кимвал звучащий, да? То есть, ну, как бы, музыка, которая ни к чему не призывает, да? То есть, к чему-то музыка должна призывать. Если бы я говорил бы не о том, что надо говорить, я был бы как немой пес. Библия говорит о немых псах, да? Они как псы немые, их не священники. Что это означает? Псы должны гавкать и предупреждать об опасности. Должны лаять. Не лаят. Да, да. Говорят, да мы вне политики. То есть, мы, в принципе, и не знаем, как гавкать сейчас. Почему же это? А что же это у вас? Вы разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Мы будем судить мир? Неужели у нас нет мудрости судить какие-то дела житейские? Бог это дал нам рассуждать. А кто будет рассуждать? А кто будет рассуждать, когда надо рассудить семью, которая в разводе, да? Или которая на грани развода? К кому они должны идти и сконсультироваться? К подружке, которая тоже недавно развелась и уже даст совет. Да бросай ты его своего. Я своего бросила и правду сделала. Уже на третьем вышла замуж. Ну и так дальше. То есть, есть священники, которые должны говорить по существу. И если священники не говорят по существу, или дуют в другую сторону. Понимаешь? Пастор Василий, смотри, мы как предстоятели пред Богом, мы имеем, мы обладаем правом на что такое хорошо и что такое плохо. Правильно. Как церковь? Я говорю о евангельской церкви. Я не говорю о патриархе Кирилле. Ну, это человек заблудившийся, да? Это явно. Это явно. Кагибийский генерал-освященник, да? Начал благословлять на убиение. Начал благословлять на убиение украинского народа. Я думал, может, его воздержит, его окружение. Слушай, это же, там же твоя же церковь, так называемая украинская церковь московского патриархата. Ты же благословляешь. Убивать своих. Убивать своих. Ну, чтобы у него мудрости, не хватило мудрости. Нет, потому что пастор Юрий, он не священник, он кагибист в священнических рязах. Мы должны четко определять вот эти вещи и разуметь. Совершенно верно. Поэтому мы с тобой говорим, как о тех, которые обладают правом на толкование, я снова сделаю оговорку. Я не говорю о православных. Хотя, если вы православный и на своем месте, так как моя покойная бабушка была, моя покойная, это мама моей мамы, она так и умерла православной. Но мы получили родители, и ее муж, мой дедушка, который остался жив после ее смерти, получили откровение через пророчество, что она удостоена была вечной жизни. Вот представь себе. Потому что вечная жизнь не принадлежит к динаминации. Динаминации, совершенно верно. Я давно это понял. Дай я тебе пожму руку за это. Мы истинно познаем, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе человек, боящийся его, приятен ему. А если Богу ты приятен, куда он тебя заберет? Совершенно верно. К себе. Понимаешь? Поэтому мы, как евангельские христиане, которым открыта истина, мы обладаем вот этим нечто, что Бог вложил нам, Духом Святым через Слово, говорить, что такое хорошо и что такое плохо. Другое дело, вот как ты говоришь, если собака должна лаять, а она не лаять, скажут, что ненормально. Воры пришли и зашли. Да, что-то ненормально. А никто даже не подал звук, что ей воры приближаются, воры приближаются, воры приближаются. Совершенно верно. Чтобы хозяин раз и наблюдение включал. Поэтому, друзья, исходя из этого, мы излагаем свою позицию, евангельскую позицию. И как некто сказал, и на сём стою, и не могу иначе. Вот смотри, вот говорят, Великая Отечественная война, вот вспоминаем, вспоминаем, как даже в войне, даже в войне, на тот период, это братья, старшие братья рассказывают, это родители моим, мой отец рассказывал, что братья-служители, они излагали свою позицию конкретно. Они не могли говорить, что Гитлер, ну, это вот такое что-то, это вот Бог послал Гитлера, и он... Но они молились, Господи, останови агрессора, останови это убийство, пусть они уйдут оттуда, откуда они пришли. Это то, о чём молятся сегодня украинские народы. Мы не молимся, Господи, убей российскую армию, мы молимся, Господи, останови её, и пусть они уйдут тою дорогою, или пришли одной, пусть десятью убегают с чужой территории. Пусть убегают живыми, но пусть убегают. Ну да, да, пусть убегают. Пусть, Юрий, это беда, когда чьи-то сыновья, смотри, Путин отдал чьих-то сыновей, не своих же, а свою жизнь он так боится. Что далеко возить его, остается в длинном столе, да, с него это даже фангаля. В них ходил на убиение. А вот тех молодых пацанов, я слышал, как мамы их не плачут, которые в плену, как они страшно рады, что те хотя бы остались живы, и они даже покалечены, они их снова увидят. Но представляешь себе, как бы ты спал, если бы твой сын, которого ты вырастил, был в плену, покалеченный, без ноги или без руки, ты бы спал? Или убьём? Моя семья вся со мной, мы в Америке, слава Богу, я защищен лично. Но я уже два месяца, пастор Юрий, не сплю, сплю только с помощью снотворных таблеток, потому что бужусь ночью, и вот это все как бы проходит, вижу вот эти все кадры, эти все убитые люди, вот это все. И это непривычно увидеть, столько много убитых людей. Особенно в Буче. Но в Буче, это, Господи, Боже мой, там вообще. И мне пишут братья, которых я лично знаю, пастор Юрий, мне пишут в России, хорошее кино, хорошие фейки. Я говорю, если для тебя фейк, то, что тебе пастор пишет, то значит нам не о чём дальше с тобой говорить. Библия говорит ясно. При первом и втором предупреждении кощунника разворачивайся в другую сторону. Отвращайся от кощунника. Ты его блокируешь и всё. От кощунника. И как бы, ну, мы говорим, мы видим это по-другому. Как выйти по-другому, если вам подают брехню? Вам лепёшку брехливую слепили, хлопись, и вы её кушаете. Вот, понимаете, зомбоящика. Поэтому у вас нету правдивой информации. Вам нужно, если вы нормальные просто люди. Я уже не говорю братья, я уже не говорю, я уже не говорю, что мы какие-то братские народы. Я просто говорю, если вы нормальные люди. В первую очередь, он говорит, давайте, давайте разберёмся, где правда. Почему? А, окей, наши бьют, ваших за что? Почему они на вашей территории оказались с танками, с обстрелами, с разрушениями, со снарядами? Почему они оказались там? Кого же не защищают? Ведь нельзя прийти, напасть. Это Гитлер тоже тогда защищал Советский Союз? Тогда надо было Гитлеру установить памятник и сказать, что Гитлер защищал Советский Союз. Но мы наоборот, мы говорим, это был агрессор, это был захватчик. Поэтому в моих глазах Россия – это захватчик. Эта страна – агрессор. Эта страна, которая должна быть остановлена всем разумным миром. Я вот смотрю новости, пастор Юрий, по всем каналам смотрю. Вот все страны, которые говорят, смотрю на английском языке, я смотрю там, смотрю, все сходятся, кроме русских. Русские совсем нет. Говорят, там стреляют, но нас там нет. И Бацько еще помогает. Ну, Бацько, он, как бы, скажем, позволь мне сказать вот так, как будто бы не в эфире, путинский холуй, путинский вставленник. Путину удалось сделать плацдарм с Белоруссией. Они Украину тоже требовали через Януковича. Но украинцы сказали, а-а, на-а, ты это делать у нас в стране не будешь. Коммунизма нам достаточно. Мы уже пережили вот эти русские советские времена, мы видели вашу агрессию, мы видели холодомор, мы видели ваше уничтожение. А-а, no. Not today. То есть ничего дня. И они дали ему конкретный отпор, выгнали, будем так говорить, да, то есть убежал. В конечном итоге Путин, воспользоваясь этим моментом, такими диктует, вот украинцы убивали людей. Ну, мы знаем, что человек лжет, а если он иногда и говорит правду, то только для того, чтобы защитить свою ранее сказанную ложь. Понимаешь, это как дьявол. То есть дьявол всегда лжет, но если он когда-то скажет правду для того, чтобы подтвердить свою ранее сказанную ложь. Как бы, скажем, в этом плане. Смотри, какова я, пастор Юрий, как мои рассуждения, как бы хочу вложиться в нас сейчас, как бы, вот сказать свое мнение в этом плане. Единственное, ты держи мысль. Я. Когда ты назвал зомбоящик, говоря о телевизоре, ты чуть ошибся. А знаешь почему? Знаешь почему? Говори. А я скажу почему. Я усилию эту мысль. На сегодняшний момент с каждого утюга, с каждой стиральной машины несется ложь в каждом российском доме. Если бы один телевизор еще добавили к этому зомбоящику утюги, еще добавили стиральные машины, и еще добавили эти, не стиральные, а эти, посудомоечные машины. И вот эта вся армада со всех этих машин, с утюгом несется просто ложь. Ложь. Просто дьявольская ложь несется. Поэтому позволь мне, пастор Юрий, как епископу, я думаю, как епископ имею право говорить даже к пасторам. Мне приходится иногда пастору ставить на свое место. То есть пасторы тоже нуждаются, а епископы тоже нуждаются. Мы все можем ошибаться. Но как епископу мне приходится иногда говорить прямо не простым каким-то членам, которые там где-то потерялись в жизни, а людям, которые лидируют, которые ведут народ. И моя печаль в том плане, если вы, братья, заблудились, опять-таки Библия говорит, вы духовные, исправляйте таковых в духе кротостей, продолжая их любить. Смотри, по причине умножения беззакония Библия говорит, во многих охладеет любовь. Смотри, любовь – это связующее звено нас, людей. Если в семье нет любви, это семья разводится. Если между родителями и детьми нет любви, там есть беда. Если у меня между мной и тобой, пастор Юрий, нет любви, Братской любви, да. Ни ты меня не пригласишь, ни я к тебе не приду. Мы должны как бы в первую очередь любить друг друга. Ты мне звонишь, смотри, пастор Юрий звонит, извините, извините, извините. Да, пастор Юрий? Потому что мне звонит человек, которого я люблю. Теперь, если у нас этого не будет, ты можешь мне звонить сколько хочешь, я тебя не слышу. Понимаешь? Библия говорит, по причине умножения беззакония во многих, это не говорится о мире верующих, охладеет любовь. Вот это то, что мы сегодня наблюдаем. Любовь, пастор Юрий, охладела между русскими и украинцами и белорусами, потому что эти три страны зацепили друг друга. Теперь почему-то нам встают ближе чужие люди. Юра, почему нам ближе сейчас должны быть люди-мусульмане, которые сказали, а мы поддерживаем вас, мы против этой грязи. Как это так, что христиане, которые на Пасху пошли и те, и те в церковь, но те солдаты бьют тех солдат. Ребята, вы что? А мусульмане, которые нам как бы, ну, не братья, мы понимаем, это где-то там трудюродные, да, то есть что-то они верят, но с нами они не сходятся, да. Они почему-то соболезнуют нам. Мне звонили многие мусульмане. Солидарничают с нами. Они говорят, Василий, мы очень сожалеем, да, это ужас, что творит московский Кремль этот. Но мы понимаем, что, и, пастори, мы не виним саму Россию, мы виним Кремль. Но тех, кто присоединились к этому, я хотел бы сказать ко всем пасторам и епископам, если мне позволишь, позвоните, посмотрите в эту камеру. Пожалуйста. Уважаемые пасторы и епископы, духовные лидеры, ваша задача, то, что мы от вас ожидаем, как украинцы, чтобы вы, в первую очередь, молились за нас, чтобы вы осудили агрессию, осудили войну. Если вы не можете осуждить, потому что вы живете в России, и там в России вас могут там ФСБшники поймать, и вы под страхом вашей жизни или вашей свободы ничего не можете сказать, мы понимаем. Молитвы к Господу, молитесь за нас. Мы атакованы вашей страной. Наша страна, Украина, атакована Россией. Поэтому вы молитесь за нас. За это мы будем продолжать вас любить и благодарить вас. Это все, что нам надо. Нам не надо от вас ничего другого, кроме понимать, что наши братья и наши сестры не с ними, не с Кремлем. Они не одобряют вот это. Они молятся, они стоят. Это все, за это мы, не мы, вы, русские, сохраните свое лицо. Ведь нам же дальше как-то надо жить, пастырь Юрий. Немцы как долго несли наказание войны. Моя просьба, дорогие пастыри и епископы, я слышал многих из вас, которые, если вы смотрите, вы одобряли войну, и если не прямо, то косвенно. Ну, вы защищали президента Путина. Вы говорили, что вам надо поддержать вашу армию. Вы знаете, что ваша армия натворила в нас, в Украине? Она убила наших людей. Она расстреляла на дорогах наших людей. Она мародерствовала в наших домах. Она насиловала наших сестер, женщин, детей маленьких, расстреливая их людей. Мы не говорим, что все солдаты русские такие. Нет, ни в коем случае. Мы знаем, что есть люди во всяком народе, хорошие, добрые, порядочные, честные. Это даже не вопрос. Я никогда бы не сказал, не позволю бы себе сказать, все русские плохие, потому что война русских против украинцев. Ни в коем случае. Нет, у меня есть много друзей. Я люблю их. В первую очередь, когда я узнал, вы не знаете, что мне сказали? Русские. Пришла сестра, которая со мной вместе работает, говорит Василий, она мне смотрит таким глазом, вы видели, что происходит? Я даже еще не знал. Утро 24 апреля, когда было нападение, я говорю, а что происходит? Она говорит, вы видели, что Россия бомбит Украину? Я говорю, ты знаешь, я еще не успел. Это утро, я прибежал на работу. Я еще успел, надо посмотреть. Я озабочен, начал как бы искать информацию. И она говорит, I'm so sorry, I'm so sorry. I pray for you. Она россиянка. Россиянка, с Россией. Она говорит, это ужас, что они творят. Да что они себе думают? Как бы человек адекватно осудил вот эту. И вы знаешь, у меня к этой сестре есть уважение, почтение и любовь. Потому что я видел, что она ничего не может сделать. Она здесь в Америке живет. Но она уроженка России. Но ей стыдно за свой народ. И она говорит, я молюсь за Украину. Для меня это печально, что происходит. И я понимаю, это наш человек. Ну, когда ко мне приходят люди и говорят, вы в Украине нацики. Это Путин правильно делает, он нацики. Я говорю, какие нацики, ребята? Я же туда пришел, и я там их не видел. Или, может быть, вы всех нас, украинцев, считаете нациками. И вы думаете, что Украина, это не для украинцев, а для русских. Только. Ну, тогда нам надо разобраться. И это люди, верующие пастор Юрий, которые потом говорят, простите, пастор Василий, нам надо хлебоправление принимать, не обижайтесь, это просто наше мнение. Такое и все такое. Окей, для всех вот этих дорогих наших братьев и сестер, которые сейчас теряют лицо, да, потому что они теряют лицо вместе с Путиным. Если вы поддерживаете президента Путина, который есть агрессор и военный криминал, вы соучастники. И если вы не поддерживаете, осуждаете это, значит, вы не часть этого, даже если вы и россияне, дозунметр. Вы просто люди Божьи, вы церковь, вы понимаете, адекватно оцениваете ситуацию. Мы вас любим, будем продолжать вас любить. С вами у нас общение будет продолжаться. Мы будем обнимать друг друга, любить, молиться вместе, кушать вместе за одним столом. Потому что, как апостол Петр сказал, истинно познавил Бог, нелицепрятен. У него нет украинца русского, даже если бы я был нациком, ну и что? Это не означает, что должен прийти меня убивать. Но я живу в своей стране, я в твою страну не пришел. Правильно, да? И, ну, то есть, как некоторые говорят, вот, у вас там нацики. Я говорю, да вы что, ребята, милите? Чего вы накурились? Пастор Василий, у меня относительно национализма, у меня, может, свое, пусть оно будет мое, субъективное, но это мое мнение. Я разделяю национализм и шовинизм. Это два разных понятия. Так, вот некоторые не согласятся с такой формулировкой. Я знаю, мне в глаза это говорили. Национализм – это нормально. Это любить свою нацию, любить свою культуру, любить свой язык, свой народ. Вот шовинизм же, вот, говорят, вот, на Западной Украине, на Западной, там есть, ну, эти шовинизм, шовинисты. Шовинизм – это очень реакционный, в такой яркой форме проявление своего национализма. Вплоть, что надо убить другого. Надо убить или навязать свое другим. Да, национализм, национализм – это неплохо. Это неплохо. Апостол Павел говорит, я сам бы хотел быть отлученным за братьями моих. Апостол Павел. Я еврей из евреев. Еврей из евреев. Я полностью чистокровный еврей. Совершенно верно. Он любил свою нацию. Хотя проповедовал язычник. Совершенно, хотя проповедовал язычник. Я верю, пастор Юрий, что мы, как церковь, на данный момент, чтобы мы были… Скажи, смотри, какая моя просьба к россиянам, да, к тем, которые там или к тем, которые тут. Потому что те, которые тут, ну, хотя бы они имеют доступ к более широкой информации, да. А те там, может, слушают только более пророссийские, да. То есть я понимаю, меня тоже склоняет послушать украинские новости, да, и послушать американские, послушать европейские, послушать русские. Я говорю, кто что говорит, да, чтобы иметь объективную точку зрения. И я могу видеть, что происходит. А те, которые тут живут, они тоже, они неправильно видят эту ситуацию, думают, что вот НАТО хочет Россию где-то у них забрать или завоевать или разбить их. Да Россия не нужна НАТО. НАТО не хочет, чтобы Россия… Понимают, что Россия может начудить, они могут, как дурики, просто начать стрелять. И она говорит, мы должны защитить себя. Если вдруг они начнут чудить, чтобы у нас было с чем говорить. То есть если ты прошел и начинаешь чудить, а я вынул свою дуло, я говорю, окей, начинаем сейчас. Тогда ты уже понимаешь, что я тебя тоже могу убить, да. И ты садишься, ты спокойно говоришь. И говоришь, ну, давай, милую, никто не хочет никого убивать. Ну, конечно, мы не хотим. Но если у меня ничего нет, ты можешь у меня копать. Ну, смотри, пастор Василий. Ты можешь говорить, а я буду говорить, ой, не пейте, мне же больно. А тебе что, не все? Да тебе все равно, что мне больно. Смотри, пастор Василий. Я. Дело в том, что вот эти советы, Советский Союз, коммунистическая Россия или коммунистический совет, смотри, сколько они начудили, сколько они собственного народа. Я тебе говорю. Из-за этого весь западный цивилизованный мир смотрит на это все, как ты говоришь, чудили, 70, 80 лет чудили. Они говорят, так вы же можете начудить так, что весь мир потом не сможет с этим рассказывать. Смотри, они убивали миллионы своих людей, миллионы собственных людей. Сталин уничтожил, Ленин уничтожил. Директивы списывали со счетов целые города, целые областя, перекраивали географическое строение, вот это вот, как кто хотел, по звонку перекраивали, целые территории отдавали страны. Поэтому они чудили, из-за этого это естественный, нормальный опасение или страх этого медведя. Вот медведь, медведь настоящий. Это нормально. На сегодняшний момент на Россию смотрят, как на, знаешь, на кого? Слона в торговой лавке. Вот представь себе, слон попал в торговую лавку. Идет и трощет. Да все, он уже вот такой вот. Вот на что похожа стала Россия. Вернее, путинская Россия. Это не Россия, это путинская Россия. Нет, в России есть множество разумных, адекватных людей. Моя просьба одна. Дорогие россияне, спасите лицо России. Иначе оно полностью потеряется. Те, которые здесь живут, в Америке, в Европе, те, которые живут в России и так дальше. Спасите вы лицо России. Если вы не спасете, никто никогда уже больше не докажет, что Россия – это адекватная страна. Они скажут, так они там все ненормальные. Так скажут, да? Ты думаешь, мне не стыдно сейчас, когда пятидесятники такие, как я, и мне их надо строить. Зато, говорю, что вы, ребята, несете там в России, да? О чем вы говорите? Мне аж стыдно перед православными. Меня же православные смотрят, и другие мне пишут, и с Украины, и со всех, и со всех. И говорят, Василий, что же там происходит? Как это так? Жена мне говорит, ты хоть не выставляй пятисятников, говорит, а то как бы себя выставляешь. Я говорю, а Петр как? А ты самый, апостол Павел как обличал Петра? Не перед всеми? Вот тысячелетие мы сейчас читаем. Вот так надо обличать людей, которые поступают непосредственно. Может быть, этим мы их спасем. Я не боюсь обличать. Я ни у кого ничего не ищу. Как бы не ищу ничего снисхождения, говорю, чисто как есть. Я говорю о том, что мы сейчас, из-за того, что умножилось беззаконие, любовь упала. Она упала, очень низкий уровень любви. Потому что мы смотрим друг друга через призму войны. Чтобы мы сохранили вот наше лицо, нам надо, как церкви, занять другую позицию. Как церковь мы должны осудить злом. Если мы не сможем остановить, это лист осудить. Я был бы рад, если бы Сергей Васильевич Раховский встал и сказал, уважаемый господин президент и уважаемые генералы, если мы нападем на Украину, где мои тоже родственники живут, я переживаю за них. Ну, я бы мог их забрать в Россию, но они не хотят, они хотят жить там. Но там моих других куча братьев и сестер. Как нам нападать на наших братьев? Да и у вас тоже там есть люди. Да у всех наших военных там есть родственники. Неужели мы на нашу родственную страну нападем? Давайте будем как-то договаривать. Ну что, у нас мало земель, у нас мало России. Да хватает у всех мест. Может быть, он бы их переубедил. Слушал его разговор, он говорит о какой-то фашизме. Вот я участвую в каком-то против фашизма. Ребята, фашизму у Кремля. Вот этот фашизм надо быть против. Вот я говорю, мы поддерживаем. И он говорит, как наш президент нам всем напомнил слово священного писания. Я говорю, так дьявол тоже может цитировать священное писание. Иисус что, склонялся к этому, когда дьявол написан, он говорил ему? То есть он ему противостоял, когда надо было противостоять? Я прошу прощения, но мой друг получил сегодня из уста епископа Василия. Потому что я держал свои уста, выражаясь так в узкой форме и в узком кругу относительно. Но я не жалею то, что ты произносил, пастор Василий, эти слова. Я продолжаю этого человека любить. Я его мнение люблю. Я говорю это с любовью. Совершенно верно. Поэтому мой друг сегодня получил. И спасибо, пастор Василий, что дал мне возможность, не закрывал мой рот высказать. Пастор Василий, я жил в семье Ряховского. Мы были близко, очень близко с семьей. Я жил в него месяцами в его доме. На открытии. Ты был на открытии импанта? Да, конечно. Ты же помнишь его выступление. Да, нет. Я говорю, это был наш друг, брат. Конечно. С которым мы ели, пили, молились. А сколько я ночами, я ночами с ним в мытищах чаепитие устраивал. Нина, его жена, ставила такой самовар огромный и уходила спать в 11 вечера. А всем она вставала утром, а мы на кухне уже оканчиваем этот самовар. То есть я к чему? И когда на открытии импанта было торжественное открытие, как молодым мы были 17 лет назад. Я тебе говорю. А я тебе говорю. И встал Сергей Васильевич Ряховский. Он на два дня прилетел специально на открытии импанта. И говорит, позавчера, ты помнишь его выступление? Конечно. Позавчера, говорит, я был на совете президента, и я сказал, что я лечу в Америку, в Калифорнию, в столицу штата. Это его собственные слова. Это все в архивах есть, можете посмотреть. И президент России Путин сказал, передайте привет моим соотечественникам, нашим соотечественникам. Нашим, не сказал, украинцам, не сказал там, он сказал нашим людям, передайте, что молодцы, что наши люди, видите, и я передаю поздравления и пожелания телеканалу «Импакт». Хорошего начала вам, это слова Сергея Васильевича. То есть, ну кто же мог подумать, что ночь не пройдет, образно выражаясь, или сутки не пройдут, и все поменялось. Пастор Юрий, Саул был когда-то избран Богом. Избран Богом. И был помазан и пророчествовал даже. А что с ним случилось в конце дней? Вопрос в том, я не сужу Сергея Васильевича епископа, я сам епископ, и он епископ. Он, как бы, епископ имеет большее влияние там в целой России. Сидит с президентом, но если бы я сидел с президентом там, Путиным, да, я бы сказал ему, Владимир Владимирович, давайте мы как-то будем это... Я бы его умолял на колени, я говорю, я вас так люблю, ноги вас будут ссылать, не воюйте, это же столько жизни мы потеряем. Столько военных. Это позор. Это позор нам, давайте мы направим. А он что говорит? Вот, хвалит Путина, как нам Владимир Владимирович, и как он это самое нам напомнило слово Божие, как будто Путин был такой богоугодник, знаешь, есть с него и чем пример брать. Это во время войны, он говорит уже. И он говорит, мы там против фашизма, все должны на нас учиться, мы... Ребята, вы же фашизмом занимаетесь. Что у вас учиться? Вы посмотрите на себя в зеркало. Вы окей? Вы же выглядите как агрессоры, ваши разговоры агрессорные, у вас беспорядок уже, у вас нету ничего святого уже. Вы убываете людей, вы одобряете, и вы говорите потом, это все фейки. Ребята, ну если вы такие крутые, можете вот так прийти, повоевать, все разбомбить, но хотя бы признайтесь, да, мы прошли, разбомбили, нам так хотелось, и нам все равно, что вы о нас думаете. Ну, а чужой говорит, нет, это не мы, это же, это хохлы сами себе. Ребята, давайте будьте честными в этом плане, да? То есть это будет честно. И я считаю, что... В чем я считаю, что господин Гяховский завалил службу? Твой друг, пастор Юрый. Мой, как бы скажем, может дальше, но тоже друг, мы вместе с ним молились. Я с ним не проводил времени, как ты, но я всегда его слушал, любил, уважал. Считаю, что он завалил службу, он должен был говорить, как Есфирь. Есфирь тоже не хотела говорить, потому что, ну, лучше тут пройтись все, чтобы красиво, чтобы не говорить. А тут надо защищать народ, который обречен. Но она молилась и постелась, нашла путь и защитила этот народ, осталась героем. На все века, тысячелетиями люди вспоминают и любят все народы и все нации. Если бы господин Гяховский это сделал, мы бы ему в Украине на хрящадик и памятник поставили. И здесь в сакраменто бы поставили, сказали бы, был человек Божий, который остановил войну, который остановил агрессор, который был Божьим человеком, честь этому человеку. Мы бы говорили, слава Украине, героям слава, Ереховскому слава. Но сейчас мы этого не можем сказать, потому что слава и честь каждому делающему добро. Ну, так говорит Писание, мы не можем это отвергнуть. Поэтому вот это моя печаль. Другие епископы, которых я слушал, тоже русские, ребята, у них хочется сказать, ну, я епископ, слово от епископа к епископам. Ребята, сохраните лицо России, пожалуйста, я вас прошу. Потому что война закончится, войска выведутся, подпишутся мирные договоря, раньше или позже, вы не будете иметь лица, что вы в это время, когда надо было подать голос за обиженных, вы не подали. Иисус приводит притчу человеку доброго самаряня. Ну, знаешь, да? Он говорит, шел некоторый человек, он говорит, кто мой ближний, кто мой сосед, кого любить? Он говорит, неправильный вопрос, дорогой. Вопрос задается следующий. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон, это был еврей. Тогда попал с разбойником на середине. Значит, когда ты выходишь одного покровительства в другое, покровительство на середине, нету покровительства, попал с разбойником, да? Шел священник, шел левит. Другие люди тоже проходили этой дорогой. Тот увидел, тот увидел, прошел. Потом шел добрый самарянин. Смотрите, Россия и Украина. Украина попала с разбойником. Разбойники – это Россия. Она избила, изранила, оставила ее едва живым. И продолжает еще. То есть еще ничего не закончилось. Ты аллегорию проводишь. Аллегорию, да. Проходят священники русские, епископы, риховские и все другие, которых я могу вам показать. Это не то, что я придумаю что-то или на кого-то наговариваю. Я люблю братьев. И пусть даже они не правы. Я буду продолжать их любить, но я буду продолжать говорить. Они проходят, говорят, ага, мне пишет один тоже служитель, пастор Василий, я тоже служитель Божий. Я вижу его страничку на фейс-фейс, вижу, да, да, уже служитель Божий, церковь, там все такое. Но я, говорит, имею другое мнение. Я говорю, ну какое же твое мнение? А почему вы не задаете вопрос, почему вы оказались в этом положении? А ведь добрый самарянин не кричал, что его там избили. Я говорю, притча это была совсем не о том. Притча была в ответ на человека, когда он спрашивал, кто мой ближний. Кто мой ближний? Не спрашивай этот вопрос. Иди и стань ближним. Россия, российский левит и российский священник прошел мимо израненного, израненной Украины. Украина намного меньше, чем Россия. У них Россия ресурсов намного больше. И солдат больше, можно погубить намного больше на поле боя. И атомного оружия. И атомного оружия. Они могут вообще снести Украину. Да не только Украину, и Америку, и Европу. О них можно больше. Неужели нам надо защищать вот этого бандита? Нам нужно защищать тех, которые попались разбойникам. Кто сейчас для нас добрый самарянин, пастор Юрий? Америка. Америка, Польша, Европа. Почему те, которые мы на них смотрели так, они стали нам друзьями, а те, с которыми мы молились, они перестали быть нашими друзьями. Они говорят, ага, ну так вам, наверное, и надо. Наверное, не бывает войны без воли Божьей. Значит, Бог вам и... Да это не в том вопрос. Иисус сказал, ты не спрашивай, почему этого человека избили? Вот почему человека избили, забрали в них все. Ну, было что взять, то и забрали. Они же не пошли в пустыню и постреляли по деревьям. Они пошли, где можно мародерствовать, забирать, забирать территорию. Почему виноват человек, которого избили? Вот почему? Может ли женщина, которую изнасиловали, быть виноватой? Нет. Нет. Может ли человек, который, то попался разбойник, он был виноват разве? Нет. Украина, она война, почему она виновата? Потому что она красивая Украина. Плодородная земля. Потому что плодородная земля, потому что это прекрасный кусок земли, где живут украинцы. И Киев, мать, городов русских. Городов русских, да. Которую мы должны честь отдавать, приходить и уважать. Почему? У меня есть вопрос этот. Поэтому я говорю, нам надо всем перечитать притчу о добром самарянине. Кто сейчас для Украины добрый самарянин? Польша, Америка, Европа, много стран, которые оказывают помощь. Англия. Принимает беженцев, Англия. Принимает беженцев, да, наших людей, прегревает у себя. Знаешь, как им это стоит? Это же миллионы людей. Миллионы. Миллионы людей. А что для России? Она проходит мимо даже те, которые, пастор Юрий, здесь, в Америке. Я бы удивлен, кстати. Пастор Василий, да если бы проходила мимо. Она вдогонку еще больше. Она еще добавляет. Я говорю, ты тут лежишь, давай, я еще и тебя тоже дам. Грязным сапогом. Как Иисус Христос, когда говорит, когда возбудило народ священники против Иисуса Христа, даже коллеги приходили плевать на него. То есть, как бы, скажем, типа, мол, потому что тебя возбудили. Это тоже история. Сейчас возбудили даже священники свой народ. Я смотрю, церкви слушают, и никто не возмущается. Говорит, что ты, пастор, говоришь? О чем ты проповедуешь? Тебя что-то не в ту степь понесло. И себе я бы там, я бы устал и возмутился на весь голос. Сказал, ты что проповедуешь, дорогой? Я в эту церковь прошел за духовным питанием. А ты мне говоришь, я должен поддерживать агрессора, которого все всяческими силами и санкциями останавливают. Как-то остановить вот этого чудика? Он же мир весь может разрушить, землю. Тем более русские епископы и пасторы, не все опять. Они говорят, нет, Владимир Владимирович, мы должны поддерживать. Поддерживать? Ребята, проснитесь. Вы уже провалили службу. Сохраните лицо России. Моя просьба к вам, как к епископам и пасторам. Вы влиятельные люди. Вы можете влиять. Равно сильно, как и я влияет. Там, где я служу. На всех своих платформах, на всех своих телеканалах, где я проповедую и на всей своей церкви. Говорите, Россия, говорите вашим людям, что мы должны не поддерживать своего президента. Поддерживать своего президента равно быть вместе с ним в одном очаге. Быть агрессором вместе с ним. Мы должны сейчас стать и сказать, нет, это неправильно. Уважаемые, остановитесь. Если вы не можете, потому что ФСБшники вас ловят, и за каждое плохое против них слово. То есть Путину можно взять людей, чьих-то сыновей, послать на бойню и там их оставить. А вот тебе сказать против войны нельзя в России. Ну, понятно. Режим. Мы не имеем дело с режимом. У меня вопрос, пастор Юрий, почему этот режим поддерживает людей, которые живут в Америке? Россияне. Почему? У тебя не было такого мнения в этом плане? Ответа какого-то? Ну как, я знаю ответ. Оно идет генетически. Вот этот дух, дух, которым люди зомбированы, оно же тянется от прародителей. Пока этот, пока Владимир лежит в мавзолее на Красной площади. Ильич Ленин, да, да, да. Он, кстати, Владимир Владимирович, или кто он такой? Владимир Ильич. Илья был его отец. Да, Ильич. Это, пока он лежит там, это дух вот этой целой нации. Дух убийства. Убийства. Дух уничтожения своих же. Это как ехидна, которая съедает своих детей. Я когда-то говорил кагибистам, когда еще Советский Союз был, меня притесняли в армии, я не принимал присягу. Меня оскорбляли, давили очень сильно. Потом, как пастора, когда уже я был пастором, я пережил все оскорбления от кагибистов, зная это не понаслышком. Как бы, скажем, и сейчас, когда кагибистский режим поддерживает епископа, я говорю, вы что, ребята, эти же люди, вы же знаете, кто же они? Они же враги Креста Христова. Они же враги... Да, они рясы на себя одели православные, но там ничего православного нет. Нет, потому что мы не против православных людей. Есть множество прекрасных православных христиан. Мы ни в коем случае никогда... Я бы никогда не сказал, что православные – это неверующие. Да нет же. Все люди, которые поверили в Иисуса Христа, приняли как спасителя, они верующие. Служат ли они так или иначе, читают Библию с той стороны или с той? Это уже другой вопрос. Это уровень их незрелости. Каждый самолет летает на своей высоте и несет свой груз. Но они, как бы скажем, в любом случае, эти, которые рясы прикрыли погоны рясами, они не поменялись, они не изменились. Они умышленно это делают. Пастор Василий, я смотреть не мог без содрогания. Православный священник взял эту метелку, в этот ведро, там какой-то посудина стоит, какая-то вода, ну, называют священная вода. На платформе железнодорожной стоит танк на Украину. И он его благословляет. И с буквой «З» на Украину. И он машет этой метелкой, этой метелкой машет на этот танк. Я без содрогания думаю, слушай, кто такой? В этой черной рясе и еще чалма на голове. Он претендует, что он епископ, но на самом деле он работник гибия в епископской одежде. У меня может не быть епископской одежды. И мне не надо, можете меня не называть епископом, просто брат Василий или просто Василий. Это не имеет значения. Имеет значение в том, как мы влияем, на кого мы как влияем, что мы несем, какой огонь мы несем, божий огонь или чуждый огонь. Я верю, что россияне начали епископы и пасторы нести чуждый огонь. Я думаю, что над этим надо нам, дорогим, мы не перетянем? А еще одна минута у нас. Одна минута. Дорогие мои россияне, 30 секунд, спасайте лицо России. Люблю вас, молюсь за вас, мы должны изменить ход событий. Если мы не изменим, мы проиграем. Спасибо, пастор Юрий, что дал мне возможность вас сказать. Спасибо, пастор Василий. Друзья, вы заметили, что очень редко, так прямо и так довольно-таки категорически мы говорим о происходящем. Очень редко. Потому что мы в основном христоцентричны. Так. Да. Прогляем слово. И с кафедрой мы говорим чистое Слово Божьего. Вот я в воскресенье буду служить в церкви. Так. Пастор мне позвонил в одной из церквей в другом штате. Я буду, я даже уже тему подготовил. Я буду говорить Слово Божие. Я не буду говорить о войне, я не буду говорить о Путине, я не буду говорить об Украине. Совершенно верно. Кормим духовного человека. Я буду говорить о том, как жить победоносной жизнью во Христе Иисусе в условиях Америки. Понятно. Да, друзья, но то, что болит нашему сердцу, мы об этом и говорим. У нас платформа, с которой мы не просто формируем зрение, мы излагаем точку зрения Писания и то, что Бог говорит нам говорить. Поэтому, пасторусь, или еще раз, да благослови Господь. Мы будем встречаться. Спасибо. Да, и будем рады видеть твои программы на импакте. Готовлюсь к этому. Слава Богу. Верю, это время приходит, и благодарю, пастор Юрий. Да благословит Господь. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословены, и оставайтесь с нами на импакте. Всего хорошего. Иисус Христос любит вас, Иисус Христос любит вас,